Ну что, всем привет! Пришла посылка от Кирилла с Челябинской области. Сразу скажу Ромке спасибо за наводку. Пришли РГБ шнуры, переделанные у меня. Вот, какими пользовался я все это время. Ну, с Аликой обычной. Для кого не секрет. Такие они обыкновенные. В принципе, они меня как бы во всем устраивали. По отдельности с ними особо не чаял. Но потом я понял, что дикие наводки на звук меня просто стали бесить очень сильно. Я, собственно говоря, обратился к Кириллу. Ромка скинул на него лот на Авито. И я купил вот такие толстожильные шнуры. Это уже готовый для SNES NTSC версии. Он еще делает для PAL. К сожалению, я открыть не смогу, но думаю, фотки где-нибудь поразмещаю, покажу. В каком-то там все виде и так далее. Это медный, по-моему, кабель. Как он говорил, КНР или КАНАР. С медной оплеткой, по-моему, избавляющей от наводок и помех по звуку. Это, на самом деле, действительно так. Фона нет вообще никакого. Если на китайском постоянно фонит, шумит что-то, то на этом вообще ничего нет. Что на SNES, что на PlayStation 1. Вот я ему на плойку свой кабель отсылал. Он кабель себе оставил, этот китайский. На нем, грубо говоря, мне для меня нравилось, скорее всего, сделал с нуля. Шнурочек. То есть они неразборные. Видите, они здесь такие литые. Я не буду его разбирать. Вот. Отсюда только штекер он взял, грубо говоря. А вот. Тоже никакой, никаких шумов на плойке. Реальности его. Звук не перепутан. Кстати, имейте в виду, на китайских кабелях для PlayStation. Типа таких. У меня вот с Алика пришел, этот нормальный. Но иногда имейте в виду, что на таких кабелях перепутан левый-правый канал. Чтоб проще было перепаивать, сюда залезаете просто. И здесь там, по-моему, красный и белый перепаивать и местами просто и все. Или вы по схеме смотрите, как делается и все. Я так вот на прошлом кабеле, как раз таки на вот этом вот, который Кирилл мне сделал. Я перепаивал там. Вот и на меганрайф он мне сделал. Так, это не тут. Вот. Где он, господи? Вот он. Ну, на Sega у меня обычный китай-бабай. Но с одним лишь исключением. Мне нужен был кабель для телевизора, короче. Потому что в OCC она выводит монозвук с Sega, как вы знаете. Вот здесь у нас идет монозвук со штекера. Кирилл заботливо приделал вот такой небольшой как раз провод, как обычно идет. Вот такой проводок. Позолоченный. Похож с какого-то плеера. С каких-то наушников взят достаточно неплохой, литой. И сделал, я не знаю, вшил он туда LM или нет. Но полоски, то есть как были с китайского кабеля, так и остались. Вот. Я буду захватывать звук по старинке просто аналоговым способом. Ну, то есть наводок нет. На телевизоре будет стерео. То есть можно будет с этого кабеля играть в стерео. Потому что вот мой штатный кабель для меганрайма. Который у меня был. Ну, как он? У меня сейчас есть. Он мне его обратно прислал. Потому что там каких-то жил не хватило. Или еще чего-то. Какого-то жила не хватило. Вот тут есть все, но есть монозвук. То есть, в принципе, можно с ним жить. Можно этим кабелем пользоваться спокойно. Наводки идут, как бы. Но с меганрайва лучшим способом для себя я делаю таким образом. Я выдаю картинку через Авермидию. А звук захватываю через старый свой бэхолдер просто. В OBS ему говорят. Добавляю еще один тюнер. И просто убираю его из виду, чтобы у него было видно. И все. Звук идет просто аналоговым способом через тюльпанчики. И все. Это самый оптимальный вариант. То есть, звук реально как разница колоссальная. Я просто вот, я думаю, покажу вам сейчас, наверное, в конце ролика. Я просто футажи покажу, как оно просто фонит. Покажу тупо скриншотами, допустим, там. И звук вы послушаете, какие наводки шли очень сильные. Я не знаю, может с Сегой тоже можно так сделать, на самом деле. Если кабель с нуля пересомрать. Но что-то я не видел ни у кого в продаже, чтобы вот кто-то с нуля на меня нрав пересомирал кабель. Там, на самом деле, еще может быть не в кабеле дело. Альтмер, по-моему, показывал. Там еще, если к самому продцу подпаяться, найти у него 3 сигнала, то полос не будет вообще никаких. Даже вот самый китайский дешевый кабель подключите, уже не будет полосок. Тут как бы есть полоски на этом шнуре и на том, что он сделал. Но он сделал хотя бы стерео, чтобы на телевизоре можно было играть. Потому что на телевизоре, если ты выводишь, он же звук через HDMI берет, получается. А звук моно берется с приставки. А таким образом хотя бы стерео будет. Можно играть на телевизоре. Ну и стримить с него можно. Скорее всего, LM-ку он поставил, потому что у него синхронизация. У такого кабеля синхронизация получается не 59, а 60 стало. Но это как бы сути не меняет, но сам факт. В общем, вот такая вот история. Я очень доволен. На SNES и на PlayStation теперь гораздо комфортнее играть. Это лет полтора метра. А сейчас я прочту, что там используется. Я принес телефон и забыл. Сниму, зачитаю. Что конкретно там используется. Сейчас у меня загрузится авито. Как он долго прогружает, ужас. Но, допустим, на примере SNES-овского шнура. Там, в принципе, на PlayStation все то же самое. Такое удовольствие стоит не дешево, конечно. По 2000 вон за кабель я отдал. Это кастомный RGB кабель для NTSC Super Nintendo, который обеспечивает максимально качественную передачу звука и видео. Он подходит к американской и японской версии приставки. Кабель экранирован, чтобы предотвратить все перекрестные помехи между сигналами. Можно выбрать вертикальные полосы на экране и ГУ в колонках. Основа кабеля – коаксиальные жилы КНР, которые имеют толстую медную оплетку. Длина кабеля – метр, полтора или два метра. По необходимости можно установить LM1881. Цена объявления за кабель длиной – полтора метра. То есть, примерно как это выглядит в разобранном виде. Вот. Видите? Стоят кондеры, стоят такая уже плата. Здесь все стоит. Видите, как все ровно, четко сделано. Провода слишком очень мягкие. В принципе, с этим вообще проблем нет. Достаточно они так хорошо гнутся. Вот они прям легко идут. В оплетке они, то есть, аккуратно все сделано. Здесь все спокойно. Все здесь сделано. Все как надо, в общем. Сейчас, собственно, за такую цену еще бы оно было не очень сделано. Ну, в принципе, я доволен. С Мегатрайвом уже бог с ним. Буду стремить, как есть. С этими полосами бог с ним. Уже не хочу, на самом деле, этим всем заморачиваться, честно говоря. Мне цель была нужна, чтобы стерео хотя бы вывести с джека. Хотя бы на телевизоре, чтобы можно было играть. Потому что, как показывает практика, картинка, в принципе, на Китай-бабай такая же. Поэтому разницы особо никакой не будет. Вот. Так что, если нужно, я скину ссылку в описании, если кому-то надо. Но, я думаю, не особо кому-то нужно. Потому что большинство людей, они на композите сидят, не заморачиваются. Это я просто что-то заморочился, скучно мне стало. Ну, тоже скучно. Просто очень сильно что-то загорелась жопа. И, ну, просто очень сильно. Увидел просто разницу. Думал, нихрена себе. Ну, просто, то есть, купить на тот же PlayStation и на SNES-кабеле, чтобы вообще не задумывался о каком-либо другом шнуре. И все. Собственно, так и будет. Они просто будут подкинуты. Там у меня специально есть место. Я специально под них уже подготовил, чтобы их в шкаф не закидывать лишний раз. Положил их там и, при желании, чик-чик-чик-чик. Подключил, что нужно. И сиди играй. Обалдей. Вот. Реально, играть стало в сто раз приятнее, без наводок. Тот же Wild Guns там или тестировочные таблицы, все различные. Звук совершенно. Ну, я думаю, вы все услышите. Ладно. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Сейчас покажу футажи. То есть, какие отличия. С Mega Drive не было смысла писать, а со SNES и плойки, то есть, прям разительная разница. Просто офигеть вообще какая. Сумасшедшая какая-то просто разница. Я думаю, сейчас все сами увидите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok